всем привет одним из важных элементов вязания крючком является круг научитесь создавать эту фигуру и вы без труда сможете вязать мягкие игрушки салфетки сумочки украшения и так далее вот такой большой кружок я уже связала он не нужен для моей композиции из кактусов если вам будет интересно это видео то ссылочку сможете посмотреть в описании его пока я отложу давайте начнем вязать сначала мы делаем кольцо амигуруми кончик ниточки по направлению к себе делаем перекрест вокруг касательного пальца рабочую ниточку можно таким образом придержать заводим крючок сюда захватываем рабочую нить вытягиваем нас получается вот такая петелька и рабочую нить продеваем в эту петельку у нас получилось закрепляющая петля которую мы не считаем давайте еще раз покажу как мы делаем кольцо амигуруми перекрест заводим крючок сюда захватываем рабочую нить петелька образовалась вот она провязываем воздушную закрепляющую петлю все кольцо наше готово теперь мы вяжем кольцо первый ряд который состоит из шести столбиков без накида в кольцо заводим крючок захватываем рабочую нить выводим две петли на крючке провязываем их вместе это столбик без накида 1 столбик провязали далее вяжем 2 3 4 5 и 6 теперь кольцо затягиваем и далее вяжем второй ряд так как у нас вязание по спирали мы не не вяжем соединительные столбики петли подъема мы сразу вяжем второй ряд соответственно вот первую нашу косичку в первый столбик вяжем с прибавками то есть в одну петельку мы провязываем два столбика без накида 1 столбик и сюда же эту же петлю провязываем 2 это называется прибавка весь ряд у нас состоит из прибавок то есть 6 столбиков 6 прибавок получаем в итоге 12 столбиков без накида 2 мы уже провязали вяжем дальше 3 4 5 сюда же 6 далее в одну петельку также 7 8 9 10 и 11 12 вот мы провязали второй ряд и и конечно для вязания нам потребуется маркер чтобы не считать мы ставим маркер вяжем дальше принцип вязания очень простой мы теперь делаем прибавки через столбик вяжем третий ряд то есть мы провязываем один столбик следующий столбик у нас идет прибавка вот так 3 петельки мы провязали я люблю считать давайте покажу вам как я считаю столбик провязали следующий прибавка это еще 36 столбик прибавка прибавка это 9 столбик прибавка это 12 столбик прибавка 15 и столбик и последняя прибавка маркер снимаем провязываем последнюю прибавку ставим маркер в третьем ряду у нас 18 столбиков следующий ряд мы вяжем прибавку делаем уже соответственно через два столбика в следующем через три далее через четыре я думаю принцип вам понятен давайте я начну вязание четвертого ряда то есть два столбика мы провязываем третьем мы делаем при бабочку опять два столбика провязываем следующий делаем при бабочку итак нам нужно довязать до конца ряда вот у меня заканчивается ниточка давайте я покажу вам как заканчивается вязание чтобы у нас был ровный круг допустим вы закончили вязание ряда вытягиваете таким образом ниточку давайте маркер уберу чтобы он не мешал вот вы вытащили ниточку и теперь вы заводите крючок за переднюю стеночку второй петли предыдущего ряда и вытягиваете ниточку к себе вот так далее вы заводите крючок за заднюю стеночку последней петли и вытягиваете ниточку на изнаночную сторону и вот так затягиваете подтягиваете и уже ниточку соответственно заправляете прячьте сюда изнаночной стороне и обрезаете ниточку такой кружочек получается это круг такой большой здесь у меня 10 рядов сейчас я вам покажу схему вы можете сделать скриншот вот она схема 2 в одну это прибавка и сколько у нас получается первый ряд 6 петелек далее 2 12 18 и вот 10 ряд по кругу получилось 60 столбиков без накида соответственно такой кружок спасибо что посмотрели видео я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока пока